Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, прежде чем мы проинформируем вас о результатах нашей сегодняшней работы, хотел бы сказать о том, что несколько часов назад в России, в городе Кельчук, произошло трагическое событие. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно быстрее. Мы всё для этого сделаем. Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб, общественность будет проинформирована. Уважаемые друзья, в знак памяти о погибших я прошу почтить их память минуты молчнее. Уважаемый господин президент, дамы и господа, переговоры с президентом Египта, находящимся в России с официальным визитом, прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы и вчера с господином президентом в неформальной обстановке очень обстоятельно поговорили по целому ряду проблем. А сегодня обсудили весь комплекс вопросов двухстороннего взаимодействия, рассмотрели ключевые международные и региональные проблемы. Подчеркну, отношения наше государство имеют богатую историю, носят дружественный и взаимовыгодный характер. Они основываются на уважении и учёте интересов друг друга. Как вы видели, только что мы с президентом Сесси подписали договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, в котором поставлены серьёзные и ответственные задачи по дальнейшему углублению российско-египетских связей по самым разным направлениям. Разумеется, большое внимание на переговорах было уделено торгово-экономической тематике. В 2017 году объём российско-египетской торговли увеличился на 62%, составил 6,7 миллиарда долларов, а за январь-август вырос ещё на 28%. Россия является крупным поставщиком зерна на египетские рынки. Наша страна поддерживает стремление Египта заключить соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Уверены, это откроет дополнительные возможности для наращивания экономического сотрудничества, увеличения торгового оборота. Подробно остановились с президентом Египта на вопросах двустороннего взаимодействия в энергетике. Ключевой совместный проект в этой отрасли – возведение Росатомом в Египте атомной электростанции российского дизайна. На площадке начаты подготовительные работы. До конца года планируется подписать контракты с египетскими компаниями, которые имеются в виду активно привлекать в качестве субподрядчиков. Положительный опыт сотрудничества накоплен и в сфере разработки углеводнородных ресурсов. Осуществляются регулярные поставки российских нефтепродуктов и СПГ на египетский рынок. В контексте развития промышленной кооперации хотел бы прежде всего упомянуть крупный контракт стоимостью в 1 миллиард евро на поставку Египту пассажирских вагонов совместно с венгерскими партнерами. При участии России в Египте в районе Суэцкого канала будет создана современная промышленно-логистическая зона, включающая приборостроительные, деревообрабатывающие, фармацевтические предприятия. Планируем привлечь инвестиции в эту зону около 7 миллиардов долларов, создать свыше 35 тысяч новых рабочих мест. Продукция, произведённая в этой зоне, предполагается, что она пойдёт не только на египетский, но и на ближневосточный, и на африканский рынок. Обстоятельно обсуждали и перспективы военно-технического сотрудничества. Не менее важными являются и военные взаимодействия. Россия и Египет успешно взаимодействуют по этим направлениям на протяжении десятилетий. В эти дни на египетской территории проходят совместные тактические учения воздушно-десантных войск. В России и Египте всегда проявляли и проявляют интерес к культуре, духовному наследию наших народов. В этой связи одобрили с президентом сессии инициативу объявить 2020 год перекрёстным годом гуманитарного сотрудничества. Рассмотрели вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Каир. Сегодня мы также обсудили проблематику чартерных полётов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шар-Мальшей. Отметили, что наши египетские друзья делают всё необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам. Переговоры подтвердили, что Россия и Египет придерживаются совпадающих или очень близких позиций по актуальным международным и региональным вопросам. Сотрудничество наших государств всегда было и остаётся действенным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Проинформировали наших коллег о предпринимаемых Россией шагах по урегулированию ситуации в Сирии. Сверили часы по этой проблеме и договорились о совместной работе. Согласились с тем, что особого внимания требует положение дел в провинции Идлиб. Где в зоне деэскалации скопилось значительное число боевиков, есть опасность их расползания в соседние государства. Проинформировали наших друзей египетских о том, что лежит в основе договорённости с Турцией по решению этой проблемы. Условились продолжить координацию с целью активизации сирийского политического процесса. Напомню, что египетские друзья способствовали участию в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи части оппозиции из числа так называемой КСК платформы. Теперь задача в том, чтобы был сформирован и начал свою деятельность Конституционный комитет в Женеве. Одновременно важно предпринять коллективные усилия для восстановления экономики Сирии, для создания благоприятных условий с целью возвращения беженцев. Россия и Египет будут и далее совместно искать пути преодоления внутриполитического раскола в Ливии, восстановления её суверенитета, территориальной целостности страны. Россия и Египет выступают за соблюдение принципов палестино-израильского урегулирования, заложенных в резолюциях Совета безопасности ООН и арабской мирной инициативе, а также за скорейшее возобновление прямого диалога между сторонами по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. В 2019 году Египет будет председательствовать в Африканском Союзе. Мы желаем всем нашим египетским друзьям и президенту Сеси успехов в этой ответственной миссии. Рассчитываем, что египетское председательство окажет содействие активизата и сотрудничества России со всеми государствами Африки. И в заключение я хотел бы поблагодарить господина президента, всех наших египетских друзей за содержательные, результативные переговоры. Достигнутые сегодня результаты, безусловно, будут способствовать дальнейшему укреплению наших межгосударственных отношений. Благодарю вас за внимание. Спасибо, господин президент. Позвольте от своего имени лично, от имени египетского народа выразить вам искренние соболезнования, выразить российскому народу искренние соболезнования в связи с трагическим инцидентом, который произошел сегодня в России. Искренние соболезнования семьям жертв и скорейшего выздоровления пострадавшим. Во имя Аллаха Милостива Милосердного, уважаемый господин президент Путин, дамы и господа, я хотел бы еще раз поблагодарить моего дорогого друга президента Путина за теплый прием и гостеприимство во время этого важного визита, в котором подчеркивается и отражается сила тесных исторических отношений между Египтом и Россией. И мне приятно, присутствуя здесь, выразить свое удовлетворение большими успехами в российско-египетских отношениях за последние 4 года и достижениями, достигнутыми во всех областях, во главе которых подписание соглашения о создании атомной электростанции в Ядабе. Считаю, что этот проект без всякого сомнения создаст качественный скачок в отношениях между нашими странами, а также проект создания российской промышленной зони в восточном районе форта Саида. Думаю, тоже этот проект призван вывести сотрудничество между нашими странами из этапа простого товарообмена на этап совместного производства. И я уверен, что реализация этого проекта создаст настоящий прорыв в объеме и качестве российских прямых инвестиций в Египте. Наши совместные усилия по укреплению отношения дружбы между нашими странами улучшались сегодня в подписании договора о всеобъемлившем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Считаю, подписание этого договора откроет новую главу в истории нашего взаимодействия и обеспечит долгосрочные перспективы и новые горизонты в призвании поднять наше двустороннее сотрудничество и двусторонние отношения на качественно новый уровень. Хочу также отметить, что мы сегодня договорились с президентом Путином объявить 2020 год прикрестным годом культуры между Египтом и Россией и рассчитываю, что в рамках этого года будет проведено различные мероприятия, способные отражать глубину культурных, цивилизационных и художественных связей между нашими дружескими странами и народами. Дамы и господа, помимо сотрудничества Египта и России, нацеленное на обеспечение лучшего будущего для наших народов, координация между нами ведется по актуальным региональным вопросам, исходя из нашей уверенности в первостепенной важности восстановить безопасность и стабильность в этом регионе, в регионе Ближнего Востока, с тем, чтобы это удовлетворило интересы народов региона и гарантировало лучшее будущее для его молодежи после длительного периода страданий в результате войн и разрушений. В этом контексте мы обсудили сегодня с президентом Путиным палестинскую проблему и конвенцитировали наличие большого сближения в позициях Египта и России по палестино-израильскому мирному процессу. Мы также подтвердили незыблемые позиции касательно необходимости достижения всеобъемлющего справедливого решения палестинской проблемы на основании принципа двух государствах для двух народов в рамках границы 1967 года во исполнении международных резолюций и арабской мирной инициативы. Особое внимание в ходе приговоров мы уделили развитию событий в Сирии. В этом вопросе мы договорились о необходимости продолжения консультации и координации между Египтом и Россией по этому актуальному вопросу. И мы сошлись во мнении о том, что надо работать для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на земле в Сирии. В этом контексте договорились призывать спецпослание к ООН по Сирии ускорить процесс формирования Конституционной комиссии в самое ближайшее время в качестве важного шага для создания необходимых условий для возобновления политических переговоров и достижения всеобъемлющего политического решения, которое удовлетворило бы законных надежд братского народа Сирии при сохранении территориальной целостности сирийского государства. Что касается ситуации в Ливии, мы обсудили последние события в рамках этого кризиса в политическом направлении и в направлении безопасности, обменялись мнениями и оценкой по действиям разных сторон, вовлеченных в ливийские события. В этом контексте я ознакомил президента Путина с видением Египта по политическому решению в Ливии, а также я ознакомил господин президента с усилиями Каира по объединению ливийской национальной армии для эффективного выполнения ее своих задач. Мы обсудили также последствия недавних столкновений в Треполе, которые наглядно показали, насколько опасно и чревато рассчитывать на вооруженные формирования в вопросе обеспечения безопасности. Считаем, что эта задача должна быть исключительно пророгативой регулярной армии службы безопасности и правопорядка. Мы подтвердили также необходимость неукоснительного выполнения инициативы спецпосланника ООН по Ливии Гасана Салами со стороне всех членов международного сообщества, в том числе избегать других решений. Считаем, что поиск параллельных решений ведут толка к затягиванию кризиса и усугублению разногласий между ливийскими сторонами и считаем подобные действия не основаны на консенсусе. В ходе переговоров мы с президентом Путиным условились о необходимости укрепления процесса обмена информации между специальными службами наших стран в рамках усилий по борьбе с терроризмом, особенно по вопросу перемещения террористов из нестабильных регионов в другие государства, где они совершают новые теракты. Мы подтвердили также необходимость пересечения деятельности по переходу этих террористов через государственные границы и договорились также о необходимость обмена информацией по этим лицам с другими странами и международными организациями. Я подтвердил в этом контексте готовность Египта к более тесному сотрудничеству с Россией в этой сфере, принимая во внимание то, что наши страны являются традиционными партнерами и имеют общие позиции, общее видение по этому серьезному вызову, который угрожает стабильность в регионе. Я также предоставил господину президенту краткий обзор о результатах операции Синай-2018, безоговорочный успех которой и достигнутых успехов в рамках ее показывает успех усилий Египта по борьбе с терроризмом. Господин президент, дамы и господа, от своего имени лично и от имени египтского народа еще раз хочу поблагодарить президента Путина за любезное приглашение посетить Россию. Хочу подчеркнуть прочный характер исторических и стратегических отношений между нашими странами, на дальнейшие развития которых мы очень рассчитываем в ближайшее время в целях удовлетворения чаяния наших народов к стабильности и развитию. Спасибо большое за внимание.